МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего ничего осталось до выходных. Пора уже настраиваться на них и думать о том, как провести время с пользой для души и не во вред здоровью. Привет! В эфире программа «Куда податься?» Я Лена Проскурина. Все на Витебский вокзал, но не за билетом на поезд, хотя, может быть, и хотелось отдохнуть где-нибудь подальше, а на концерт классической музыки. И вовсе не удивительно, ведь с французского вокзал переводится как «зал для пения». К тому же здание Витебского вокзала – это красивейший образец архитектурного искусства в стиле модерн. Каждое воскресенье октября в картинном зале Витебского вокзала одни из лучших петербургских музыкантов будут исполнять произведения классиков, как отечественных, так и зарубежных. Причем для посетителей это ничего не будет стоить. Концерты уже пятый год проходят в формате благотворительного проекта «Музыкальный вокзал». Воскресенье – начало в полдень. В Эрмитажном театре открылась выставка работ 20-60-х годов мастера и стампа Марка Шагала. Это и черно-белые иллюстрации к мертвым душам Гоголя, и басням Плафонтена, и цветные литографии к роману Лонга Дафниса Хлоя. Кроме того, в экспозицию вошли книги «Цирк» и стихотворения, в которых Марк Шагал выступает автором не только иллюстраций, но и самих произведений. Прыжок с парашютом лично у меня откладывается на следующий сезон. Все-таки не дала мне такую возможность капризная петербургская погода. Но я нашла неплохую альтернативу – это профессиональная аэродинамическая труба. Она появилась у нас примерно месяц назад, но уже пользуется неплохим спросом. Высота полетной зоны – 18 метров, ширина – около 5. И находится совсем недалеко – это 7-й километр Токсовского шоссе. Буквально 5 минут езды от метро «Девяткино». Накануне я там уже побывала. Вернее, полетала. Немецкий проект, он абсолютно уникальный. В Европе это третья труба вот такого уровня. Нигде больше нет. 17 метров высота, 4,5 метра диаметры полетной зоны. Поднимет воздух любого, абсолютно любого человека. Если, допустим, первый разник приходит, мы его переодеваем, инструктируем. Далее заходим в полетную зону. С ним заходит один инструктор. Он его вносит, выправляет ему позу и контролирует, чтобы он безопасно летал. Беременность, если есть какие-то такие серьезные достаточно травмы. А так, противопоказаний нет, это достаточно безопасно. И за полетом сидит инструктор. Инструкторы, они, в первую очередь, они контролируют безопасность полета, безопасность спортсменов во время тренировок. И также они обучают фрифлайу и групповой акробатике. Ну, самое сложное, это, наверное, одеть беруши детям. Выше, ниже, влево, вправо. То есть, как бы, ну, тут полностью идет контроль тела. То есть, ты... Это полет телом. То есть, это самое, что у меня есть прекрасное. Это ты летаешь своим телом. Чтобы взлететь, нужно дать больше площади. Чтобы обуститься, нужно дать меньше площади. То есть, как бы, ты контролируешь, разгибаешься, наоборот, сгибаешься. Главное, быть расслабленным, вот, и получать удовольствие от полета. Летают все, от 4-летних детей до пенсионеров. Пользуются спросиками пенсионеров? Огромные. И все, всем, все, кто уходит из трубы, все в восторге, всем нравится, все довольны, все хотят еще. Все говорят, что мало, не хватило времени. В субботу у нас впервые пройдет фестиваль фильмов о велосипедах, который уже 12 лет является ярким ежегодным событием в более чем 25 городах мира. Программа фестиваля включает не только кинопоказы, но и велозаезды, вечеринки, велосипедный маркет и соревнования. В ближайшую субботу в час состоится первый кинопоказ. Его площадка расположена на Лиговском, 74. Заранее билеты можно не приобретать, вы успеете сделать это перед показом. Какие фильмы будут представлены, пока неизвестно. Зато известно, что за работу покажут на неделе французского кино. Она начинается уже в эту пятницу. Откроет фестиваль мелодрама «Шахматистка». Сандрин Боннер исполнила в нем роль гувернантки с острова Корсика. Ее жизнь полностью меняется, когда она неожиданно для самой себя увлекается традиционно морской настольной игрой. Также зрители увидят фильм «Брак втроем» от мастера мирового кино Жака Дуайона. В программе краткометражного кино представлены фильмы номинанта премии «Лютен», которая настолько же значима для краткометражного кино, как премия «Сезар» в полнометре. Пройдет фестиваль в Доме кино. Конечно, последние 20 лет французское кино нас мало радует, но, как говорится, надежда умирает последней. Посмотрим, а там видно будет. Что подготовили на выходные Петербургский театр в обзоре Екатерины Амицинской. И напомню, смотритесь в интерьер театра, в котором мы беседовали с Екатериной. Если узнаете его, пишите к нам на страницу ВКонтакте. На кону два билета в тот самый театр. Спектакля о наших современниках нам в последнее время катастрофически не хватает. И тем ценнее становятся удачные постановки, говорящие о том, что волнует людей по обе стороны от рампы. Так, 13 октября в Молодежном театре идет замечательный спектакль «Время для посещений». Это пьеса Феликса Миттерера, разложенная на четыре отдельных, не зависящих друг от друга, истории о людях, о близких людях, об отношениях близких людей. Режиссер Сергей Морозов анализирует эти отношения. А благодаря художнику Николаю Слободяннику, все герои словно заключены в некие рамки обстоятельств, в которых они не находят выхода. Им необходимо только лишь изменить себя, изменить свои отношения к близким, поменять что-то в своей жизни. В этот же вечер в театре на Васильевске идет спектакль «Самое счастливое». Молодой режиссер Денис Хуснеяров уже не первый раз выпускает спектакль, основанный на материале 70-х-80-х годов. В данном случае в это время написана не пьеса Евгения Ульгата, а она рассказывает об этих временах. Три героини, три одинокие женщины, кажутся поначалу несчастными. На самом деле, каждая из них счастлива той любовью, порою выдуманной даже в их жизни, но тем не менее, которая согрела их всю жизнь. Ведь талант любить дается далеко не каждому человеку. Приготовить обед под чутким руководством шеф-повара, научиться изыскам ресторанной кухни, да еще и все это съесть, и всего за тысячу рублей. Ресторанчик-квартира номер 55 на первой линии Васильевского острова 36 открывает сезон мастер-классов. Они будут проходить каждое воскресенье в два часа. На пилотном мастер-классе я уже побывала. Можно сказать, работаю за еду. Все-таки что первичное, яйцо или курица, пусть рассуждают философы, но в ресторане-квартира первой мастер-классе решили посвятить все-таки яйцу, ибо самое сложное сделать просто. Придумал это все наш шеф-повар Егор. Егор, что сегодня будем готовить и что для этого нам понадобится? Первое блюдо – это яйцо по-бирбингемски. Это яйцо с тостом. И второе блюдо у нас будет, оно такое же простое, естественно, как и первое – каша яичная скрэмбл с бигбоном. Это будет у нас на одну порцию яичной каши. Прибавим мощности. Сильно взбивать не надо, просто мы перемешиваем. Теперь мы выливаем это в сотейничек. Вспоминается фильм «Девчата». Замечательный фильм, где главная героиня перечисляла энное количество блюд из картошки. Вот просто интересно, Егор, а сколько блюд из яиц ты знаешь? Во французской кухне порядка полутора тысяч блюд из яиц. Фактически ни одно кондитерское блюдо не обходится без яйца. Естественно, завтраки, омлеты везде делают по-разному. Егор, в воскресенье на мастер-классе вот помимо этих двух блюд замечательных, что еще наши зрители смогут попробовать приготовить? Естественно, это будет глазунья, это будет французский омлет, это будет английская закуска яйцо «Бенедикт», это яйцо пашот с жареной ветчиной и соусом «Виарнес». Буду делать классический французский десерт «Крем-брюле», это на основе яиц. Вы можете принять участие в мастер-классе в это воскресенье. Будете готовить также блюда из яиц в другие дни. Это будут либо блюда национальных каких-то кухонь, либо также посвященные отдельным продуктам, например, курицы, например, лосось и так далее. Последний мастер-класс в этом году будет посвящен рождественской кухне, но на этом мастер-классы не закончатся и будут продолжаться еще и в следующем году. Пошли уже мы есть. В пятницу и субботу в спорткомплексе «Динамо» пройдет международный турнир по футболу. На поле выйдут детские академии «Барселона», «Спартак», «Рубин», «Зенит» – команды из Латвии, Азербайджана и Финляндии. Игры будут проходить с 10 до 3. Вход для зрителей свободный. Также в субботу попробуем разукрасить унылую пару очей очарований. В Лопухинском саду будем запускать водные фонарики. Собираемся в 9 вечера и минут через 15 пруд озарится сотнями огней. Ну и не забывайте, что вы можете поделиться с нами, куда бы вы хотели податься. Свои предложения присылайте к нам на странице ВКонтакте. Адрес на экране. Самые интересные попадут в эфир. Пока. Пока.